да ладно смотри она вся такая туманная берешь белый берешь немножко совершенно как только бирюзового и весь холстик вот этим разбилом бирюзового закрываешь плотненько кисточка у тебя лежит параллельно холсту вот так с веществом краски издавляешься чуть светлее а значит белее работаешь вот в этом углу да и весь холстик облачко бирюзовый а сейчас покажу бирюзовый начали за здравие посмотри как я кисточкой работаю ну и вообще в принципе ты могла бы добавить вещества краски потому что суховато видишь я взял большее количество берега горизонтально обозначаешь линию горизонта тягиваешь туда буквально краску к берегу ближе возьмешь бирюзовый чисто чистый и коричневый нет не синий бирюзовый и коричневый без разбавителя без разбавителя есть как это это что это коричневый а тебе много здесь не нужно значит завяжешь там коричневый значит по моим следам пройдешься обязательно если испортишь не печалься и вторую кисточку возьми для облачков чистенькую чистые белила навяжешь навяжешь сюда чистых белил да как там как там посмотри я взял белила без разбавителя и углом кисточки туда вот так прям заставляли быстрее попробуешь после чего просто попробуешь только не испачкай ее но что-то силе возьмешь мастихин тряпочку сейчас возьмешь мастихин тряпочку чистую немножко придавишь заходя из-за облака то есть не в нем не в нем растягиваешь облако а за него заходишь и вот так резким движением сбиваешь фактуру краски делаешь его мерцательно придавленным вот ситуация какая где не хватает красочки там возьми белила и вот так завяжи еще больше вот суховато у тебя сложилось чуть больше краски нужно что касается горочек там возьмешь аккуратненько ультрамаринчик ультрамаринчик с розовеньким и чуть завяжешь горочек тоже мастихином по наклону склона и палец тоже должен быть я вот он штришочек пальцем и замечательно чуть горизонтальнее все же хоть и туманно но горизонталь не искажает горочки там ультрамарин с розовым ультрамарин с розовым я взял и замешал темный цвет но его я схватил на полотно немного и вписываю вписываю да и создаются ближайшие горочки там судак нужно нужно точнее отнестись силуэтом чтобы аутентичность сохранить можно будет вот это ближайшие ну хорошо же вот темнее есть участок чуть дальний и еще одноцветной ситуации слишком не увлекайся все-таки там есть еще и синий правда и уже ого-го коричневый синим все в тот же фиолетовый с розовым еще ближе пойду то есть я стал выписывать картину и исправлять ее из дальнего плана постепенно приближаешь своей жизни вот это там не не пока не надо там детальки придут но позже у этой горочки есть вот такое изумрудное отражение вертикально это даже мысик какой-то да? да да плюс перебиваю это отражение горизонтальными смахами по порядку по порядку ближе теперь относительно этой горы находится корабль давайте снимем пятнышко которое является корпусом корабля отражение ровно вертикально сбросил затем видишь там паруса достаточно крупные взял коричневый желтый а? что не увидела? какой коричневый какой-то подожди послушай у нас один коричневый и один желтый ну вот примерно столько значит сначала палец работает потому что он пока еще влазит да? когда станет необходимость сделать более четкий всего это возьмешь кисточку ой-ой-ой-ой... видишь темнее взял чем нужно чтоб потом свет туда запаковал а, то есть это так надо да, так надо а то парус вот тут нужна угу ууу второй парус я сделаю чуть больше корабля чтобы мне было понятнее его изготовление вот еще второй парус третий точнее карман у корабля чуть плотнее и по ватерлинии располагается темнота где касается воды плюс к этому всему сразу же коричневизну парусов проявить их в отражении в воде поддерживаешь эту идею? конечно возьмешь небольшой мастихин и вот таким образом наберешь краски немного темненькой и вытянешь мачточку сначала одну, потом вторую потом поставишь еще и горизонтальных несколько штучек, вот косую забыли и горизонтальные есть вот эта слишком длинная, можно ее и покороче набираешь вот так набираешь вот так и вытягиваешь получается чистенько пока да дело в том, чтобы продолжить, там необходимо краски подстать то есть разбавитель выветрился в липо туда хорошо втолстит и продолжим но пока занимаюсь занимаясь кораблем посмотри, что нет просветика вот тут там все ну, сама выбрала хорошо, да, сейчас сейчас ну, как видишь, можно не посыровать чуть перебиваю отражение горизонтальными забиваниями сейчас яблочко тут поремонтируйте немножко соферен, скажи мы вот эти процарапки расправляемся можешь или наполнить краской, или оставить потому что они сильно кричат как процарапанные вверх, то есть незаметно а можешь и красочкой наполнить так, вот этот бережочек давай я немножечко с ней помогу я присниму краску ты хорошо пошла, но слишком уж увлеклась там темный спрятался то есть ты не проследила за тем, чтобы и темное тоже было светлое не может быть одним красивым без темноты плюс еще давай-ка я тебе там понаставлю знаешь чего? нет, из парка водок в камушках они имеют вот такой цвет Саша, хочу спросить такой вопрос смотри, что сначала делаем, вот пену или камни, да? камни, но ты порассуждай, камни под водой лучше сначала сделать камни, а потом перекрыть пеной, правда? там они коричневые, вот где они не толще воды перекрыты, там они показывают свой натуральный цвет, а у них натуральный цвет вот такой коричневый или же наоборот, они бирюзовые, а тени между камнями темнеют вот дальше уже там, конечно, не видно камушков вот дальше уже там, конечно, не видно камушков скачился уже вот есть уже какой-то отмаза 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 и этот такой же и этот кнутый вот этим камушком тоже хочется быть чем-то доперекрытым причем я перекрываю гораздо гуще, ты видишь, да? да, конечно то есть мастихином работаю, а не кисточкой, для того, чтобы еще и густота позволяла моему перекрытию вылазить на наружу так, кисточку берешь чистенькую, берешь цвет неба, опять же, бирюзовый, биливая и вот так совершаешь приглаживание видишь, как я надавливаю вот где, ты говоришь, камушков нету там штиль кудесник, фуекник каратайте будем? не знаю я уже пусто, конечно без них ну ты говори как хочешь, нет? хочу вот это вот как-то доделать, честно скажу это я тоже хочу а я сейчас спрашиваю про берег я мучительно оттягиваю свой конец ну там какие-то ну здания какие-то да ну имею ввиду, что это не современный мир, это все-таки 803 годы, по-моему, да? ну да ну да, распарусник ну да 800 какой-то там поэтому маленькие домики невысокие значит, не стараюсь перекрыть полностью а лишь нового принести при этом сохранить старые мутности да ну какой-то набросик буквально сделай а я его приду и до конца поблагодарю да разбили мне да приезжай вот здесь а то ты мутно на себя справить видишь? да можешь это светлое пригнать сюда отразить значит, помнишь, когда отражение вниз и потом короткий сдерт не до конца потому что высота отражения регулируется высотой силуэта и немножко перебиваешь бережок светлый вот такой такой или же иной такой боюсь, горычки видишь, как у трах получился вместо красивого паростока со спущенными парусами дай мне картинку себе не горячь кто-то к груди пизжал ее я специально давай когда его чуть больше сделаем опять чуть больше чуть больше его сделаем я хотела украду чуть-чуть ну примерно вот такого размера и еще сразу хочется ему получить отражение не, не тень отражение подходит чуть подчеркнула ну парусничек смотри когда мелочи нет там расстояния палочки не видны когда мелочи рисуешь постарайся руку вот так на весу не держать а чем-то придирать есть еще такие специализированные муштабели как палочка ложится смешное название мастихинов тем мощнее мастер да 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 мелкорожье там белое там смотри какой цвет просто белый там мысик выходит деликатный ну давай не спеши спокойно деликатный мысик вот бабушка как бабушка ну да она что справилась а сколько бабушка мы видели бабушку как мы рисовали в колизее а там да там у нас долго бабушка замечательно я гордо лодкой ну понравилось тебе очень ну молодец придержи да куда же я денусь с подложной айвазовская Елена Павловна